Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Чего мы ждем от результатов расследования Международного детективного агентства КРОЛ? Имен виновников кражи, конечных выгодополучателей, возврата этих денег? Ответ, конечно, очевиден. Ждем имен и денег. Теперь вопрос. Тогда почему так долго и запутанно происходят расследования и хотят ли возврата украденных средств те, кто пригласил этих детективов в нашу страну? Что происходит с расследованием и в чем главная трудность в определении главных фигурантов грабежа Молдавской банковской системы? Застрахованы ли мы от повторения подобных банковских афер? Об этом поговорим с экономистом, доктором экономики Михаилом Поисиком. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, библейское «ищите и обрящите» работает в деле украденные миллиарды или одними молитвами и упованием и обращением к детективам не справится? Здесь корни значительно глубже. И я, извините, немножко все-таки как представитель науки, дам немножко теоретическую основу, что происходит вообще и почему это происходит абсолютно безнаказанно. Потому что года два с половиной назад я с группой журналистов был на приеме у американского посла Петита, и я ему в лоб прямо задал вопрос. Ребята, вы что, не видите, что украден миллиард? И это не просто сумма. Для вас миллиард, а для Америки мог быть ничего. А для нас это 42% денежной массы всей леевой страны. Америки сами и напечатывают, если что. Да, это напечатают. А это 42% всей денежной массы в стране в наличной и безналичной форме у физических юридических лиц. Он так на меня посмотрел, что сумма действительно как бы астрономистская. Но, тем не менее, он ушел от решения вопроса. Я просто скажу, вот общеизвестно, что до 60-х годов у нас царствовала в мире колониальная система. Воины захватывали государство, порабощали, грабили и так далее. Потом поняли, что это дорогое удовольствие, и появилась политика неоколониализма. Значит, был такой Нуркума, это президент Ганы, который ввел новый термин неоколониализм. Значит, что это имеется в виду? То есть развитые страны, это значительно дешевле. Вы вывозите сырье, заводите продукты с высокой добавленной стоимостью. Вот такой элемент грабежа. Но потом прошли, как бы вот, закончился 20-й век, да, и поняли, что можно грабить посерьезнее и еще проще. То есть аппетиты выросли, получается. Да, да, возможности больше. И пришли к выводу о том, что можно говорить потом, что сама элита может грабить свои народы, а куда она деньги девает? А эти деньги она вводит за рубеж. То есть она наполняет банки развитых стран. Других элит. Других элит, да. То есть чужими руками, с одной стороны. Поэтому на это смотрят с пальца, никого не наказывают и так далее. Если эти элиты ведут себя неправильно, то сегодня законодательство и в Англии, и в Америке, и так далее, не могут просто эти деньги забрать. Но причем они не вернут тем странам, где они украли, а заберут себе в бюджет. Классная система, да. Ну и плюс к этому добавился еще такой элемент. Конкистадоры 21 века. Да, и плюс добавился такой элемент, это как бы не касается уже нашей передачи, да. Но одна из формы новой такой колониальной системы, это то, что ввозятся квалифицированные рабочие силы. То есть беднейшие страны корячатся, воспитывают, вырастают население, готовят, дают ему образование и так далее. И вместо того, чтобы создавать ВВП в этой стране, он выезжает за рубеж. То есть они получают готовый продукт. Это вторая сторона. Но мы пока об этом говорить не будем, поговорим теперь о грабеже. Что произошло? Произошло абсолютно очевидные вещи. То есть в наглую, в открытую, никто ни от кого не прятался, ничего. Значит, шесть банков. Банк деэкономии, это как бы первый банк, который говорят, что деньги не вводились ни с него. Банк деэкономии, Унибанк, Молдинкомбанк, Агробанк, Викториябанк. Эти пять банков скинули в банка Сачалы деньги. И это легко цифра проверяемая. Об этом говорил неоднократно. Если вы берете бухгалтерский баланс на 30 октября и 30 ноября 2014 года, то там было 60 миллионов. В Альтеактиве строка 140 осталось 17 миллиардов 860 миллионов. Неожиданно. Вот они как бы зашли. Причем, если помните, было такое, то есть правительство дало гарантию, параллельно правительство дало гарантию о том, чтобы надо помочь трем банкам. Значит, банк деэкономии, банк Сачалы и Унибанк, хотя у них был недостаток ликвидности. Есть материалы парламентской комиссии всего 2 миллиарда. Тем не менее, они принимают решение 9,6 миллиарда. А потом принимают позже еще. Причем, Канду, который как бы самый борец за это, он настаивал то, чтобы правительство в парламенте, чтобы правительство дало эту гарантию для Национального банка. Значит, деньги выделяются. Тут же они выделяются 5 фирмам с уставным капиталом 5400 рублей. Эти фирмы известны. Я тоже публиковал эти названия фирм и так далее. Причем, обратите внимание, они получают 13,3 миллиарда из этих 17,8 миллиарда, потому что остальные деньги пошли на закрытие ранее взятых кредитов. Эти 13,3 миллиарда, то есть получается в среднем где-то по 2,5-3 миллиарда в одни руки. Это при том, что банка Сачалы не имеет права давать в одни руки более 70 миллионов. Есть регламенты банковские, которые, поскольку банк работает на чужих деньгах, если падает банк, то это падает не экономический агент, это падает целый сектор экономики. Это жесткие условия во всем мире. На тот момент был изменен регламент или просто нарушен? Нет, это грубые нарушения. Я много лет читал банковское дело в экономической академии. Я являлся членом совета одного из банков. Был представительный акционер в одной из банков. Я очень хорошо знаю банка за законодательство. Это называется регламент о крупных подверженностях. Вы идете на сайт нашего национального банка, там регламенты, подкройте регламенты о крупных подверженностях, и там записано, что банк не имеет права давать в одни руки при любых обстоятельствах больше 15% от совокупного нормативного капитала. То есть это собственность средства банка. Реально. Это для банка Сачал это 70 миллионов. Обратите внимание, никто по сегодняшний день не ищет этих главного бухгалтера и директора той фирмы. Вы слышали? Которая получила эти деньги в таком огромном количестве. Да, да, да. Дальше. Они оформили кредитное соглашение. Студент, вы спросите любого студента, который на факультете банковское дело, спросите его, он вам скажет, что это запрещено категорически. То есть это студент знает, я не говорю о том, что кредитный инспектор, который оформлял кредитный договор. Дальше юрист визирует, что все нормально. Более того, значит, это подписывает начальник кредитного дела. После этого утверждается на кредитном комитете. После этого утверждается на совете, он же крупная подверженность, утверждается на совете банка. И после этого только выдается этот кредит. Кредиты были выданы 24-25 ноября 2014 года. Все. И тут же они исчезли, испарились. Эти деньги прошли через расчетный кассовый центр Национального банка. И есть, сейчас уже другой закон, а тогда действовала, то есть он, будем говорить, новая редакция этого закона, о борьбе с терроризмом и отмыванием денег. Тогда был 2007 года, он пару лет назад, его сделали в новой редакции, но там те же пункты остались. То есть любое переселение, которое выше 500 тысяч леев, если вас вызывает сомнение, вызывает сомнение, да, вы должны обратиться в следственные органы. В этом случае не было обращения. Конечно. Может быть и было. Никто же об этом не знает. Поэтому, когда эти деньги вывели сразу, да, но зависли здесь сразу 6 банков. Чтобы этого не было, обратились за второй, то есть это было первое 9,6 миллиарда, была гарантия правительства выдана Лянке, да, который был всего лишь премьер-министр, как он сказал. Да, я же был всего лишь премьер, поэтому подписал. А потом в феврале Габуриш там почти 5 миллиардов тоже дал вторую гарантию, и эти деньги поступили в банки, и за им вернули деньги Моллинком банку, Виктория банку и Агробанку, и они как бы выпали из схемы. Остались три банка. Теперь вопрос к вам простой. Мог ли вот то, что говорят, например, Шор, Филат, Платон, подмять под себя, начиная с Канду, председателя парламента, чтобы это был шестеркой в этой команде, да, двух премьеров, национальный банк, церковь об обе с коррупцией, прокуратура, которая все это знает, и плюс к этому шесть банков. Состояние он был? Понятно, что это был отлаженный механизм, это была пирамида, выстроена сверху донизу. То есть бенефисары не они? Конечно. Нет, они могут быть какое-то участие принимать, вопроса нет об этом. То есть они были где-то на подхвате, как и господин Канду. То есть он выполнил свою роль, отыграл свою в оркестре какую-то роль, да? Он сегодня в парламенте тоже играл достаточно нарисованную роль, взывает справедливости. Да, 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 как и Лянки, как и Габурич, как и другие и так далее. То есть каждый отыграл свою партию в этом оркестре, но деньги ушли. Теперь возникает вопрос. Смотрите, в феврале месяце нынешний глава НЦБК Зумбряно, Богдан Зумбряно, тогда он был начальник следственного управления, была его публикация, было с ним интервью, и он сказал, нам в феврале 15-го года, то есть спустя неполных 3 месяца, он говорит, нам все абсолютно известно, как сегодня говорит Канду. Кто, куда, сколько и чего. Осталось за малым выяснить, эти деньги они забрали себе, либо работали за комиссию. Февраль 15-го года, сегодня мы имеем 18-й год. Октябрь месяц. Октябрь месяц, да? Вот вам следствие, то есть просто Зумбряно сказали, парень, сиди и не рыпайся, да? И не только ему, и всем остальным, и так далее. И поэтому, смотрите, то есть с банка сначала ни одного сотрудника не привлекли к ответственности. Единственное, кто из-за всей этой команды пострадал, если так можно сказать, это Эмма Табырца, которая сидела в кассовом операционном зале, вот расчетно-кассового центра, когда ходили эти деньги, и когда поступало платежки, и те видели работники расчетно-кассового центра, 3 миллиарда выделяется из фирмы, и это перешло туда. Там же написано в платежном поручении, кому чего сколько. Он тоже должен был бежать, а она говорила, ребята, сидите и не рыпайте. Вот ее уволили с работы. Причем она подавала в суд, что незаконно уволили и так далее. Вот единственное, кто наказан. Поэтому все это абсолютно очевидные вещи. Никто ничего не собирается искать. Не для того воровали, чтобы возвращать. И сегодня, когда говорят, что возвращаются деньги, ребята, деньги украли конкретно у государства, потому что это было из резервного фонда государства. Выводились эти средства. Да, они выводились таким образом. Но вопрос заключается в том, что сегодня эти деньги частично возмещаются опять же за счет того же государства. Ведь 57% акций Банка Деэкономии принадлежат государству. Мы этот банк закрыли, продаем активы Банка Деэкономии и возмещаем. Так вы, ребята, мы из этого кармана... То есть средства акционеров, получается, идут в расчет? Конечно. Я сказал конкретно по Банке Деэкономии 57%, а если остальные два банка, то там чистые средства акционеров. То есть акционеры просто грабят. То есть вот представьте себе, что я с вами вступил, создал с вами акционерное общество, а наш сотрудник нас ограбил. Мы куда? Подаем в суд. А тут никто в суд не подает, ничего. То есть за счет нашего вклада... То есть акционеры без обуви такие. А никто не хочет... То есть настолько все прижато и под таким колпаком, что никто не хочет высовываться. Я еще раз подчеркиваю, что прошло 4 года. Кстати, 3 года это срок исковой давности. То есть сегодня по тем операциям, которые выполняли рядовые клерки, их уже нельзя привлечь к ответственности. Потому что сегодня меня должны привлечь за халатность. Ну, что мне могут пришить? Я говорю, ну, я вот не знал этот регламент, хотя он расписывался на этом, например, забыл, начинал дурку валять. Но прошло 3 года. Есть понятие... Любой юрист, любой адвокат, в принципе, с легкостью защитить... Да, если это государственные служащие, как Лянке, его можно. То есть, допустим, Драгуциану можно, Эмутабырцу можно. Да, их можно как государственные служащие, потому что здесь есть свои правила. Но их же никто не будет привлекать, потому что как только мы их привлечем, они тут же скажут, на кого они работали, для кого они работали. Вот в этом проблема вся. Вот возникает такой вопрос. Вот если изначально решили перевести вот эту вот финансовую дыру в разряд... То есть, вернуть, точнее, или покрыть эту финансовую дыру в нашем бюджете за счет нас с вами, акционеров банка или простых граждан страны, зачем тогда нужно было это шоу с наниманием этого агентства КРОЛ поисками виновных и возвратом денег? Либо пусть КРОЛ находит нам эти деньги и мы возвращаем, людей не трогаем. Либо тогда уже, если вы решили обложить данью... Держи вора, кричим, держи вора, держи вора. Никто ничего не собирается искать. Кстати, у КРОЛа не очень... Вы откройте интернет и почитаете репутацию КРОЛа. Я помню, в 92-м году искали золото партии, деньги, которые сами же в США кто-то отмывал. Нет, ну здесь вот я сразу вначале еще сказал, что мы должны понимать, что сегодня тот украден миллиард, где он? Он сегодня находится в западных банках. Он работает на западные банки. И как только эти бенефициары, которые украли эти деньги, будут вести себя неправильно, их привлекут к ответственности по законам штатов, либо Англии, заберут эти деньги и передадут в бюджет США, либо Англии, либо другой страны. Вот в этом вся проблема. То есть сегодня их устраивает эта ситуация. Потому что чем разрушена больше экономика, тем проще этой страной управлять. Вот возьмите Ливию. Богатейшая страна была. Там с продажей нефти каждый получал по тысяче долларов. Значит, пенсия была больше 700 долларов. Значит, врачи получали зарплату около 10 тысяч долларов. Как бы в таком духе. Образование бесплатное. Электроэнергия бесплатная. 14 центов, если я не ошибаюсь, 100 литров бензина. Да, да, да. Образование оплачивалось в любой точке мира, если только пожелаешь. Да, да. Вот, казалось бы, коммунизм, да? Они взяли все это, разрушили. Потому что их это не устраивало. Им надо было сесть на потоке. Потому что там была нефть, там были другие. Там шел вопрос об орошении и так далее. Там много есть вопросов. То есть их это не устраивало. Их устраивал хаос, который не создали. Почему? Потому что когда там порядок, и Каддафи управлял, это доставалось народу. Теперь эта вся пенка, она попадает в тому закулисте, который раскрутит эту схему. Если следить за вашей логикой, то получается, что даже вот эта наша банальная банковская кража, ну, не банальная, если хотите, она часть, будем говорить, какого-то геополитического проекта. Или в ней замешаны, может быть, тогда не просто фигуранты граждан Республики Молдова. Это какая-то часть, не знаю, ограбления планеты в целом. Нет, нет. Вот представьте, конечно, да. То есть вы примерно представьте себе такую картину. Вот вы едете в троллейбусе, да? Кто-то залазит в карман, вытаскивает у вас, у кого-то деньги. Вы не говорите, смотрите, он украдет деньги, да? Ага, я его знаю, он потом выйдет, я его потом прижму и скажу, парень, ты должен со мной поделиться, иначе я тебя сдам. Вот примерно такая ситуация, омерзительная. Поэтому даже большинство, допустим, в Америке, они тоже этого не знают граждан Америки. И вот когда был Кандуш, да, там задали конкретный вопрос насчет миллиарды. И там Кандуш сказал, что, ребята, мы уже 90% нашли, мы знаем где. Ну да, вот Национальный банк отчитался, сказал, что уже почти там миллиард чем-то леев лежит снова на месте. Нет, но миллиард это проданные активы, это совсем другое. Это то, что, получается, не вернули, а погасили. То есть это продав, опять же, имущество... Да, то есть эти банки, они выдали кому-то кредит, поступили сроки погашения кредита. Кредит вернули, эти деньги пошли в погашение долга. Но это деньги акционеров, еще раз подчеркиваю, акционеров этих банков. То есть грабят сегодня эти банки, в том числе и государство, потому что в банке деэкономии, в банке деэкономии, значит, 57% была доля государства. А с банка деэкономии в этих 17,8% ушло 11 миллиардов. Вот как бы, то остальное было с других банков, но основной был, как бы, донор банка Сачала была банка деэкономии. Вот пример такова картина. То есть она безрадостна и говорить о том, что при нынешней власти что-то изменится и что-то где-то когда-то найдут, это большие иллюзии, большое заблуждение. Никто ничего не собирается искать. Я постоянно говорю, что воровали не для того, чтобы вернуть. Не так давно прозвучало заявление премьер-министра Павла Филиппа о том, что оказывается, крали абсолютно честные люди. Просто они в том месте или нет, в тех должностях сидели. Нет, ну как честные люди. Вот представьте себе, вы сидите на работе, да, на работе. С репутацией честного человека. Вам приходят с преступным предложением, вы тут же соглашаетесь и делаете это дело. Я вот часто привожу такой пример, значит, что вот примерно пытаются объяснить так. То есть репутация осталась, а грабеж остался. Да, да, да. Вот я привожу такой пример, он, кстати, был вот в аргументах фактов, я его привел такой пример, как бы. Значит, представьте себе, значит, вам залезли в карман, вы схватили человека за руку. С поличным. С поличным, да. Он успел сбросить своему подельнику. Приходит полиция, значит, этого, который украл вас бумажник, отпускают. Иди гуляй. Говорят, позвольте, он же украл. Вам же надо найти бумажник. Мы будем бумажник искать. Вот так сегодня. То есть, вот я расскажу, все, кто участвовал в этой схеме, ни один человек не привлечен к ответственности. А почему? Потому что, если их привлечен к ответственности, они назовут, кто их заставил, понудил, кто им ложил утюг на живот или что-то другое. Ну, смотрите, называются такие вполне громкие имена. То есть, группа компаний ШОР задействована или, во всяком случае, виновна или невиновна. Называется имя бывшего премьер-министра Филата. Говорится о так называемом, когда-то называемом, рейдере номер один страны СНГ, Вячеслав Платон. То есть, обществу подкидывают такие... Куклу. Ну, вы говорите, тух-ту, куклу. Куклу, куклу, куклу. Почему именно так происходит? Почему на этих людей указывают, в то же время не объясняя степень вины, в чем именно виноват? И насколько глубоко? И почему тогда двое сидят, а третий мэр города? Значит, вот смотрите. Во-первых, если говорить о Филате, вообще в сентябре уже привлекли к ответственности. Кража была в ноябре. Да, это раз. Если говорить о вторых... Еще раз. Вы можете представить, что Канду, два премьер-министра, значит, шесть управляющих банков, значит, на ЦБК, прокуратура, СИП, потому что это крупное преступление и так далее, все они шестерки, то ли у Шора, то ли у Платона. Вы же поймите, что это абсурд. Это абсурд. То есть они могут участвовать в какой-то схеме, на какой-то подсвате, то есть какую-то операцию, не могли какую-то операцию делать. Это уже детали, это нюансы. Есть конкретные, вот кого мы взяли за руку. Вот конкретно есть кредитный инспектор. Он оформлял договор компании с уставным капиталом 5400 лев на 3 миллиарда. То есть дальше от него может уже выстроиться целая цепочка, да? Не только от него. Его юрист визировал, кредитный комитет, начальник кредитного отдела, члены совета банка, управляющий банка, главный бухгалтер, пошли дальше в этот, в национальный банк. Кто сидел оператор 24-25 ноября в зале тогда, кто проводил эти операции, почему они, они знают об том же законе о борьбе с терроризмом отмывания дней, почему они не отреагировали, если отреагировали, как отреагировали. Написали, тогда возникает вопрос, идем в этот, в прокуратуру, или куда вы обращались, следственный орган, да? Почему те не приняли меры? Вот, вот, то есть здесь все, то есть это все можно было через месяц, этих людей, люди должны были уже не просто завершиться следствие, а люди должны были уже сидеть. Люди, они совершили конкретное преступление, совершенная группа лиц в особо крупных размерах, там как минимум лет 12 должны получить были, с конфискацией имущества. Но тем не менее, смотрите, все на свободе, кроме тех, так сказать, двух названных нами фигурантов, этого или другого дела непонятно. Я имею в виду, вот, Филат и Платон. Я понимаю, что нам можно уже даже позавидовать, наверное, опыту от Исландии. Что-то похожее, сумма где-то порядка 4 миллиардов была выведена банкирами исландскими. Но тогда как-то власти страны нашли в себе силы и не переводить это в публичный долг, а сумели добиться, чтобы, ну, Интерпол, там, другие детективные организации искали виновных. То есть обозначили, назвали виновных банкиров, разбежались банкиры, но в итоге их начали искать и таким образом возвращали средства в Исландию. Я же об этом говорю, для этого должна быть политическая воля. Вообще, воровство из банков с сельской организацией это не новость. Есть оценки о том, что в мире ежегодно из банков воруется 1 триллион долларов. То есть возбуждаются уголовные дела, садятся, в том числе и в России, и в других странах, мы знаем, и мы знаем о том, что и в Штатах эти факты есть и так далее, то условия. Но там очень сильное гражданское общество, там очень сильные общественные организации в виде журналистских расследований. Наверное, какая-то форма патриотизма даже. Ведь смотрите, эти отстояли свою оппозицию и если что уважать. Да, то есть представьте себе, что вот даже рядом с соседней Румынией, там по-любому, для нас, казалось бы, пустяком, люди выходят массово на улицы и поднимают, образно говоря, на виллы всю власть. И те заставляют уходить в отставку и так далее. Тогда же никто ничего. Вот по-вашему, что это инертность? Это, в общем-то, мы смирились с тем, что, ну ладно, украли миллиард, будем возвращать его. Недополучим пенсии, не снизят нам тарифы, как хотелось бы. То есть бюджет не может позволить нам никаких льгот, потому что там дыра, и вот надо всем завязать, затянуть ремешки и будем возвращать вот эти вот деньги. Будем возвращать долго? Нет. Если сам американский посол говорит о том, что у нас захваченное государство, да, и в этом захваченном государстве, и вот мы знаем о том, что Евросоюз уже пошел как бы на то, что не хочет кредитовать Молдову и так далее, потому что как бы та коррупционная составляющая, она настолько мощная и так далее, то есть подмята судебная власть, вся правовая система и так далее, люди сегодня никто не верит. Получается, Евросоюз за свои денежки, в общем-то, видите, как своими деньгами дорожит. То есть мы вам ничего не дадим, потому что вы разворуете. Да, конечно. Но мы-то, в общем-то, уже разворованы, мы дали, доверились тем или иным банкам, нас обворовали. Вот что дальше делать? Я спокоен за Евросоюз, пусть он дальше так бережет свои деньги. Нет, понятно, он не хочет как бы рисковать уже своими деньгами, потому что его спросят его избиратели, и как бы его... Почему именно Молдовия, там же все дыра. Их в конечном итоге не сильно волнует судьба наших денег, потому что эти деньги находятся на Западе, в банках Запада и поддерживают экономику западных стран. И если наступит такой период, что будет необходимость привлечь владельцев этих украденных денег, нынешних владельцев украденных денег, то они просто эти деньги заберут в бюджет себе, и все, ничего Молдове не вернут. То есть система заключается в том, что государство подмято... Вот у нас президент, избранный народом. Какой власть он пользуется? До нулевой. Ну, обкарнали буквально. Не просто обкарнали. А когда надо принять решение, которое должен принимать президент, его отстраняет на 20 минут от власти, там, образно говоря, принимается решение, а потом говорит, вот, может садиться опять. И сегодня, например, в стрибуне парламента прозвучало обвинение в адрес, то есть, типа, что вот он нарушает Конституцию, не подписывает предлагаемые законопроекты... А в Конституции нет такого. В Конституции нет такого решения. Насколько я знаю, да. Там не обязывает его подписывать те или иные предложения. Он имеет право... Это было решение Конституционного суда, в котором из шести, пять граждан соседнего государства. Все знаем, какого. Да, да. Вот в чем вопрос. То есть сегодня это толкование. А если хочет Конституционный суд принять решение, он должен сказать, что закон неправомочен вот сегодня, и тогда парламент должен изменить Конституцию, изменить закон. А закона сегодня нет. Это толкование. Конституционный суд не наделен правом... Заменить Конституцию своими решениями. Да, да, да. Он не наделен законодательной, как бы... Инициативой. Нет, инициативой он может как бы... А имея в виду утверждение закона. Он не может диктовать законы, по которой он только трактует эти законы. А он, по сути дела, нас подминает и говорят, что вот президент обязан, потому что Конституции нет такого. Поднимите 68-ю статью, почитайте внимательно, там нет такого. Получается, эти обвинения голословные практически. Конечно. Это просто камень, запущенный для того, чтобы у кого-то сформировалась какая-то идеология. Это специально наводится туман для того, чтобы запутать граждан, создать представление о несуществующей действительности. Есть такое понятие, в управлении называется иллюзия достоверности. Вот пытаются внушить нам, что миллиарды ищут, что 90% уже нашли, что когда-то... Им главное провести еще выборы. Получить еще на 5 лет. Мандат. Мандат, да, на 4 года. На наши деньги. На наши деньги, да. И дальше опять как бы тянуть лямку и дальше грабить нашу страну. Потому что сегодня, если мы посмотрим, у нас сложилась парадоксальная ситуация. Вот смотрите. Вот мы говорим, вот у нас все время как бы власть говорит о том, что у нас улучшается экономическая ситуация, оживление, рабочие места и так далее. Поднимите официальную статистику, которая дает статистика. Посмотрите, за счет чего увеличились рабочие места. Промышленность сократилась, строительство сократилось, другие сектора там тоже значительно упали. Выросло сельское хозяйство на 90 тысяч. Ну я сравню квартал к кварталу. На 90 тысяч. Значит, а при этом не говорят о том, что в сельском хозяйстве 46-47% там колеблется. Занятых в сельском хозяйстве производят продукции исключительно для личного потребления, не на продажу. Не на продажу. То есть посчитали огородников, дачников. Да, 26-го неделю я работаю, но при встании в сельском хозяйстве. Я считаю занятых. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона, есть там такая статистика, тоже посмотрите. Формальный и неформальный сектор. То есть те, которые получают официальную зарплату, пусть не всю, но хотя бы частично, и платят из нее налоги, там идет кардинальное сокращение. Вот все эти 8 лет идет кардинальное сокращение. 9 лет уже нынешней власти. А неформальный сектор, то есть теневой сектор, он растет. Возникает вопрос, какая же это борьба с коррупцией? То есть улучшение борьбы с коррупцией. Наоборот, получается, мы увеличим теневую экономику за счет сжимания реальной экономики. Да, да. Теперь дальше. Смотрите, второй пример привожу я. Вот у нас сегодня понизилась ставка по кредитам. А количество выведенных кредитов сокращается? То есть это о чем говорит? О том, что деньги не нужны в экономике. То есть бизнес не заинтересован. Причем он еще немножко растет в кредиты, которые берут физические лица. Потребительские кредиты. Да, потребительские кредиты. А эти там кардинальные идет сокращение. Почему? Потому что люди боятся вкладывать, бизнес боится вкладывать деньги. У нас сократились более чем в три раза инвестиции, прямые иностранные инвестиции в внутреннюю экономику. Было 711 миллионов в последние годы на уровне 200. Там есть и 140, и 160, и 200. Калипс. Вот примерно такая сумма. Кто-то что-то внес и так далее. Вот смотрите, тоже из элементов неоколонизма нас все время кричат, что мы с Евросоюзом, у нас растет экспорт и так далее. А посмотрите, за счет чего растет. У нас за 7 месяцев экспорт кабеля, вот то, что мы говорим, это автомобилестроение, а по сути дела, это продукция из заводского сырья составила больше 300 миллионов. То есть приходят какие-то компоненты? Никакие. Приходят, образно говоря, зеленый-красный кабель. Мы его порезали на куски, порезали на куски, объединили в кондуктор и отправили назад. Проводка к автомобилю. Какая же это автомобильная промышленность? Это примитивное производство. А такое производство тоже нужно. Это тоже рабочие места. Но не все же должно быть такое. Мы сегодня половина экспорта, у нас такой продукции. Мы стулья поставляем больше, чем на 100 миллионов, за 7 месяцев поставили. Тоже с большой рост. То есть если кабель там вырос за вот эти 7 месяцев, там где-то процентов на 70, стулья там процентов на 40. Больше 100 миллионов долларов. Вот возникает вопрос. Это вот такие стулья, которые отвертые технологии. Дальше мы говорим... Очень высокого квалифицирования. Да, мы говорим, что выросла там швейная и так далее. Но швейная, это же мы шьем опять из давальского сырья, по чужим лекалам, шьем костюм и так далее. То есть у нас минимальная добавленная стоимость. От нас требуется только примитивный ручной труд. Примитивный ручной труд. А интеллектуальные компоненты, где создается наиболее большая часть добавленной стоимости, это все нам поставляет Запад. И у нас есть единственная возможность, где мы такую продукцию можем продавать. Это Восток. Но вы же видите, какая обструкция по любым действиям в отношении России и восточного рынка. И многие сегодня, производители и того же винограда, и тех же фруктов, они все-таки буквально как бы в шоке, потому что не знают, куда деть яблоки, не знают, куда деть столовый виноград. Виноделы не берут винные сорта вина. А мы говорим, что у нас экспорт вина растет. Они инвестируют ничего, потому что хранимый виноматериал нужно потом дальше куда-то реализовать. Конечно, конечно. А не имея перспектив. И потом, когда у нас, вот смотрите, у нас, вот если послушать последние передачи, у нас все время говорится о том, что у нас классно вино сейчас, супер, буквально европейцы стоят в очередь. Но теперь представьте себе, если 70% вина мы продаем наливом, может ли быть это хорошее вино? Это такое вино самого низкого качества. То есть оно идет куда-то в купаж или для каких-то других целей? Мы не будем сейчас говорить для кого-то. Наливом, то есть повезли в цистерне, так далее, то есть там уже никакого качества нет. Дальше. То есть это самая дешевая, примитивная, поменяется на... Дальше. Из 90% экспортированного вина это сладимое вино. Сладимое вино, которое бутылированным продаем. Значит, вы спросите любого винодела, грамотного, сомелье, он вам скажет, что производство сладимых вин для Молдовы это нонсенс. Где производство сладимого вино? В Испании, в Италии, где большая сумма активных температур, где виноград набирает большое количество сахара. И когда сбраждается сахар в вине до сухого, то есть он не добывается до 2% сахаристых, которые обычно имеют сухое вино, оставляет несколько больше, там 4-5% путем недоброда. И вот это получается демократно. Мы же что делаем? Мы берем сухое вино, добавляем сахар. Это нонсенс. То есть это ненормально. Ну а почему мы так поступаем? Почему виноделы в этом пути? Потому что сегодня есть... Спрос на это? Да, есть определенный спрос. Это продукция, будем говорить, ну как бы непритязательного потребителя, который недостаточно воспитан в потреблении вина. Ведь что у нас, разный секрет, что у нас в ресторане могут подать сухое вино теплым или шампанское. спумант, если правильно говорить, у нас шампанское нет, спумант, да. Значит, подать теплым. Супочее вино. Да. Вы платите такие деньги, берете марочное вино, то есть как бы дорогое и так далее, вам приносят бутылку летом комнатной температуры 30 градусов. Мне многократно с этим толкался, закатывал скандалы и так далее, но это бесполезно. На тебя смотрят такими квадратными глазами, что-то выначиваешься, мол, тебе принесли бутылку вина, пей вот. Плати и пей. Плати и пей, да. А за бутылку заплатил три столея, потому что это ресторанная оценка, что вы понимаете, да. Значит, вот это у нас, к сожалению, это есть у нас. Это у нас есть. То есть у нас надо развивать культуру и у нас очень много выдается желаемость действительно. Вот что мы... Вот на этой неделе я, когда, ну, разглядывал ленты информационных агентств, натолкнулся на две такие новости. Смотрите, парижский автосалон. Большое внимание гостей и участников салона привлекл стенд вьетнамской автофермы. Вьетнамцы привезли автомобиль чуть ли не класса премиум, собранный во Вьетнаме из, там, большинства вьетнамских компонентов. То есть мы говорим о вьетнамском автомобилестроении. И еще одна новость, которая меня поразила, эта новость, не берусь сейчас вспомнить, кто именно из больших американских политиков заявил. Эстония за все годы своей независимости отмыла один триллион долларов. Понятно, кому отмыла. И Латвия отмывает. Вот, которые у нас отмывали через Латвию. Но громко идет заявление. То есть, получается, что, ну, отмывали доллары. Ваши деньги отмывали. Вам их полоскали, вам их на полочки в вашей банке положили. И в благодарность за это Эстония получает такую известность, еще одну постирочную этих американских долларов. И намекает на то, что, ну, как-то надо разобраться, что это такое. Вас еще и накажут за это, то, что вы так сотрудничали с американцами. И, в общем-то, начинают задумываться. Хорошо, смотрите, Вьетнам, насколько он глубоко завязан на американской экономике. Трудно сказать, но мне, думается, даже намного меньше, чем Китай. Несопоставимо. Эстония практически висит на плечах, если не европейского, то американского бюджета. Или наоборот, если не американского, то европейского бюджета. Но бюджет Евросоюза, мне кажется, так сращен с американской федеральной системой, что здесь, ну, как бы будем говорить, одна корзинка. И получается, не очень-то выгодно работать с заокеанскими такими партнерами. Получается, что верно служив 20, 27 лет, ты можешь получить репутацию преступника. И тебя же судят те, на кого ты работал. Да, так я же сказал вот насчет денег. Им выгодно, чтобы мы воровали чтобы нынешняя власть воровала деньги у своего государства, потому что они попадут. Руками местных элит выкачиваются эти ресурсы. выкачиваются деньги. И потом, я просто вот, когда вы сказали насчет автомобилей, да, автомобилей, мы раньше выращивали семена сами. Семена сами выращивали, теперь мы семена подсолнечника закупаем из Европы, кукурузы мы закупаем из Европы, посадочный материал мы закупаем из Европы. Более того, всю продукцию, которую мы закупаем из Европы из развитых стран, то, что мы подписали соглашение, наши стандарты имеют рекомендательный характер. Поэтому, любую дрянь, которую нам поставили сегодня с Запада, мы не имеем права, то есть, как бы, хорошо Тимирязев не слышит все это, ведь представляете, сколько в советское время было сделано для того, чтобы у Советского Союза, у республик Советского Союза был свой собственный, мощный, ну вот, зерновой фонд, который, это, во-первых, экономическая безопасность страны, возможно себя прокормить, продовольственная безопасность, и дальше заработать на это, ведь смотрите, какое спрос на зерновое. А я не говорю сегодня о продукции с высокой добавленной стоимостью, здесь вообще, как бы, уже все сравняли, и вот, мы единственное, что с чем под чужим лекалом, делаем, и остались буквально мизерные островки, еще сохранились где-то инженеры, которые чего-то, что-то еще делают по мелочам, так далее, но все это нивелируется, все это уходит, потому что отношения с Россией, к сожалению, они реально ухудшают, и Россия готова пойти к нам на встречу, но она должна иметь гарантии того, что, здесь не изменится ситуация, они назвали сейчас на форуме, готовы вложить миллиард, они вложили деньги в завод светотехники, 250 миллионов вклада, деньги 250 миллионов долларов в завод светотехники в Гагузе, но там есть флаг, на который они верят, они доверяют, там целенаправленно последовательная политика, причем она не только по отношению к России флаг, она и по отношению к Турции, там и турецкие инвестиции идут, вот, 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 мы же сегодня поступаем вообще до абсурдности ну, я недальновидно будем говорить, то есть, сегодня, мы продукции с высокой добавленной стоимости, мы закупаем сегодня запад, вот, посмотрите, мы стали обнулять почву, я неоднократно цифры называл, на продукцию животноводства, заходите в магазин, у нас сегодня мясо, вообще, если говорить, колбаса и так далее, делается только из импортного мяса, в основном, то есть, уже не сместно, кроме того, у нас просто заводится много мяса, да, молочная продукция, и так далее, при этом, мы ни одного килограмма мясной продукции, и молочной, не поставляем на запад, вот, вот парадокс, то есть, то, к чему, страна, которая всегда была, а теперь, посмотрите, такой показатель, еще очень интересный, вы сейчас опубликовали цены, да, инфляцию, сравните цены, инфляции, овощи, фрукты, вот, 8 месяцев этого года, к 8 месяцев предыдущего года, и потом к 8 месяцев 16-го года, да, в полтора раза выросли цены, это в стране, в которой плодовощная страна, в полтора раза выросли цены, потому что, когда называют эти цены, что в национальной инфляции выросла, на производстве товара на 5%, это средняя температура по больнице, то есть, есть товары, которые цены действительно не выросли, ну, потому что есть мировые котировки и так далее, цены, допустим, там это поддерживается, а есть товары, которые и из-под конфликов наши были, но сегодня огромный импорт в летний период у нас овощей и фруктов. Я вот упомянул Тимирязево, у нас в Кишневе когда-то была такая улица, и знатоки города знают, что сегодня она переименована в улицу Тимиш, и опять же знатоки города знают, что это за улица тоже, но я хотел вот о чем спросить. Сегодня с парламентской трибуны было сказано о том, что сделано все для того, чтобы застраховать нашу банковскую систему от повторения вот этого ужаса, так сказать, ограбления на миллиарды. Можно в это верить или нет? А я объясню, как сделано. Вот представьте себе, не буду говорить про вас, вот у кого-то высокое давление, да, и давайте мы, чтобы у него не было гипертонической кризис, спустим у него 42,5% крови, потому что деньги, это... Но когда-то так лечили, если вы знаете, о выпускании у крови. Кровопускание делали понемножку. И в принципе банки должны 8-10% от суммы привлеченных средств откладывать в резервы. Они в Центральном банке, у нас в данном случае в Национальной банке не хранятся, да? Когда в 2008 году, когда был кризис финансовый мировой, значит, тогда Толмач довез норму резервирования от суммы привлеченных средств 22%. И тогда тогдашняя оппозиция нынешней власти кричала, что Толмач и коммунисты убили экономику. Разве можно вот такие проценты огромные, драконовские и так далее? У нас было 42%, потом довели до 42%, потом сделали 40%, сейчас 42,5%. И никто не возмущается. Никто не возмущается. Теперь надо ожидать, что придет февраль месяц после выборов, эти деньги отпустят. И уже дальше, как распорядится власть, вот насколько это будет отпускаться, какие мы темпы и так далее, там начнутся опять валютные паники, всплески, там очень многие заработают и так далее, потому что я... Опять норму резервирования опустят, получается. Да, норму резервирования опустят, появятся свободные деньги в экономике, то есть вот эти деньги, которые сегодня изъяты, лежат, омертвлены. 42,5% денег омертвлено. Получается, они выйдут на валютный рынок. Да, они выйдут, да, для валютной спекуляции и так далее. Я просто приведу пример. Значит, в 2014 году, в конце 2014 года, в начале 2015, значит, банки на спреде, вот, ну, маржа между покупкой и продажей валюты, да, курс, потому что когда стабильная система, там разница, если обратили внимание, 3-4 лея за это, на сотни долларов, когда разница. Когда неспокойный рынок, то этот спред очень сильно увеличивается. Так вот, они за один месяц зарабатывали больше, чем за год за счет большого спреда. Вот что дал банкам 14-й, конец, начало 15-го года. Поэтому... Нервозность на рынке сразу дает возможность заработать спекулянтов. Вот это нас ждет наверняка в феврале. Я говорю, что все зависит от того, какие будут скачки, все зависит от алчности тех, кто будет сегодня разрулить эту ситуацию. Поэтому... Да, трудно рассчитывать на то, что она уменьшится или каким-то образом воспитания этих людей стало, в общем-то, как-то лучше. Михаил, спасибо вам за сегодняшний диалог. Я думаю, что многим, многим многое стало ясным, но главное, мы снова констатируем то, что Молдова находится в глубокой реформе. То есть, и мы... Она захвачена государством. И выйти из этого состояния пока на сегодняшний день, ну, не знаю, перспектив мало, кроме разве что парламентских выборов, которые, может быть, сломят ситуацию, каким-либо образом повлияет на то, чтобы, ну, не знаю, удастся ли вернуть новым властям и новому парламенту эти деньги, ну, может быть, хотя бы наказать виновных и выявить. Но для этого должна прийти другая власть. С вами согласен. Спасибо. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор экономики Михаил Пойсик. Следите за нашими эфирами. Будет интересно. Мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok «Персональный акцент»